Здравствуйте, уважаемые зрители! Здравствуйте, Владыка! Добрый день! 27 июня, это буквально через неделю после Святой Троицы, Церковь празднует День Всех Святых. Что это значит? Дело в том, что День Всех Святых, так же, как и многие остальные праздники, празднуются каждый год под разным числом. Это так называемые переходящие праздники. Они зависят от даты празднования Пасхи. Мы знаем, что Троица у нас через 50 дней после Пасхи, а Пасха бывает в разные числа, поэтому День Святой Троицы тоже непостоянно зафиксирован. Память Всех Святых отмечается в первое воскресенье после Троицы. Поэтому в этом году это 27 июня, а на будущий год это будет другой день. День Всех Русских Святых, а, скажем, Болгарии Болгарских Святых, а в Румынии Румынских Святых, ну и так далее, отмечается во Второе Воскресенье после Троицы. Почему мы празднуем память Всех Святых в первое воскресенье после Пятидесятницы? Просто потому, что все святые – это некий такой результат Пятидесятницы, сошествие Святого Духа на апостолов. Как из апостолов Дух Святый соделал тех, так сказать, могучих духом проповедников Евангелия, так и обычные люди, которые очищены, освящены благодатью Святого Духа, стали святыми. То есть, теми, кто смог преодолеть очень многое. И если это мученики, то мучения, страдания ради Христа. Если это преподобные, то преодолеть самих себя в борьбе со страстями, с какими-то такими потребностями жизненными, которые при аскетической жизни неизбежны. Вот. И это плод, который принесла Церковь. Вот как этот плод, он прославляется в эти воскресные дни, которые следуют за Святой Пятидесятницей. Владыка, а вот расскажите еще о тех днях, когда отмечается именно Собор Святых. Что это значит? – Собор Святых обычно, вот Собором Святых можно назвать День памяти всех русских святых. То есть, это некое такое локальное собрание. Ну, для России, конечно, велика и обширна, тут локальным назвать сложно. Ну, скажем, если это, допустим, болгарские святые, то это болгарские святые. Если это, бывают, соборы святых той или иной епархии, да, особенно вот у нас в Русской Церкви, это последние десятилетия, были установлены такие празднования Собора Святых, Московской епархии, да, Екатеринбургской епархии, Саратовской епархии, Симбирской епархии. Да, практически во всех епархиях есть такие вот соборы святых, когда одновременно празднуется память всех угодников Божьих, просиявших, как говорится, вот тут есть такое церковное слово, прославленных в той или иной местности. И в этот день обычно мы совершаем торжественные богослужения, стараемся собираться в наших храмах для того, чтобы прославить угодников Божьих, которые были не просто нашими земляками, но и людьми, которые во многом созидали церковную жизнь в той или иной местности. Собор Симбирской епархии как раз недавно отмечался, 3 июня. Какое значение имеет для епархии? Я уже сказал, что теоретически это должно быть главным праздником епархии, этот день. Мы это достаточно торжественно совершили богослужение. В собор Симбирских святых ходит 8 человек. Это Блаженный Андрей Христа ради юродивой, это преподобно-исповедник Гавриил Меликевский и ряд целых священников и монахствующих, которые были репрессированы в советские годы. На самом деле, конечно, даже если просто учесть количество репрессированных, таких вот подвижников и таких новомучеников гораздо больше. В каждой епархии это сотни, порой тысячи человек. Я думаю, что большинство из них достойно вот такой формальной канонизации, но это достаточно сложный процесс. Поэтому мы, поминая тех, кто уже прославлен, всегда прибавляем и всех святых в земли, в Симбирске просеявшие. Потому что в том числе и тех, которые пока еще формального прославления не удостоены. – Как раз вопрос от телезрителей. Как в наше время происходит канонизация святых? – Рассматриваются те документы, которые сохранились. Если это мученики, то значит это дела уголовные. Обычно, кроме каких-то отдельных периодов, скажем, в 2018 году, когда просто ставили к стенке и никаких бумаг не оставляли. А потом все-таки началось какое-то дело производства. И многие наши новомученики, исповедники годами, порой десятилетиями из лагеря в лагерь переводились, сидели. Были в ссылках. Как преподобный исповедник Гаврил Меликевский, он хоть и умер своей смертью, но тем не менее значительную часть жизни провел в лагерях. Остаются такие письменные свидетельства. И если в них нет каких-то пререкаемых моментов, то человек подается документам на канонизацию. И, конечно, очень важное такое обстоятельство – это почитание со стороны православного верующего народа. Что касается пререкаемых моментов, что я имею в виду? Дело в том, что ведь когда людей арестовывали, из них выбивали показания на других людей, требовали кого-то оговорить. Каждый следователь считал своим долгом из одного какого-нибудь случайно пойменного монаха или монашки сделать какую-нибудь контрреволюционную группу каких-нибудь борцов, чтобы поднять свое значение. Ну, приписки они всегда были, они были и там, и в НКВД они были приписками. А людей при этом мучили, били, над ними издевались, вымогали эти признания. Поэтому есть люди, которые не сдались и никого не называли, ни себя не оговаривали. Признайся, что ты контрреволюционер, что ты боролся с советской властью. И когда тебя бьют, пытают, мучают голодом, пытка электрическим светом, еще чем-то. Но в конце концов, подпишут, что угодно, только отпустите. Дайте в камеру вернуться. И подписывали многие люди. Поэтому здесь вот мы как-то пока вот такая позиция комиссии по канонизации, что вот таких не канонизируют. Их не прославляют в качестве святых. Хотя, на мой взгляд, вопрос это достаточно дискуссионный. Потому что человеческий организм тоже имеет свои пределы. И, к сожалению, бывали такие случаи, когда люди не выдерживали. Ну, а что касается прославления обычных угодников Божьих, не мучеников, то это совершается вот таким вот порядком. Исследуется их образ жизни, особенно, если это праведники, преподобные. Собираются свидетельства о почитании, о какой-то помощи, которая оказывалась при обращении к этим угодникам Божьим. И тогда выносится решение о канонизации. – Владыка, Вы уже сказали, что в Собор Симбирских Святых входит 8 человек, а будут ли канонизированы другие? – Наша комиссия по канонизации работает. Сейчас везде эта работа несколько затруднена. очень хорошо работалась лет 15 назад, когда уже были закрыты архивы КГБ, но еще можно было в них попасть. Вот сейчас это совсем сложно. Поэтому мы просто зачастую находимся вот в таком тупике. То есть мы знаем имена тех и иных людей, но составить какого-то представления о том, кто они, практически невозможно. Поэтому вот так вот, да. Но, тем не менее, мы работаем, мы работаем, что называется, в долгую для будущих времен, потому что исследовательская работа, она проводится и должна проводиться дальше. Объем ее огромен, потому что мы, страна, буквально стоящая на крови мучеников и исповедников. – Владыка, а вообще вот святость возможна без каких-то лишений, преодолений? Такие случаи были? – Нет, вы знаете, святость – это всегда труд. Труд самый сложный, труд над собой, над своим сердцем. Без преодоления она невозможна. – Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. 20 июня, в День Святой Троицы, митрополит Симбирский и Новоспасский Лонген совершил божественную литургию в храме Святой Живоначальной Троицы села Троицкий Сунгур. Троица – особый праздник в православном календаре. В этот день храмы преображаются чудесным образом. Всюду видны молодые зеленые веточки деревьев. Цвет облачения духовенства также зеленый. Традиция украшать храмы травой и веточками берез появилась как напоминание о Дубраве Мамвре, где рос дуб, под которым Господь Святая Троица в виде трех ангелов явился про отцу Аврааму. Именно это изображение можно увидеть на иконе, находящейся в центре храма. По окончании литургии была совершена Великая Вечерня с чтением коленопреклонных молитв. Коленопреклонными эти молитвы, составленные святителем Василием Великим, называются «Потому что духовенства и верующие во время их чтения впервые после праздника Пасхи встают на колени». Коленопреклонные молитвы читает священник, стоя на коленях в царских вратах, обратившись лицом к народу. Эти молитвы содержат прошение о милости Божией, о неспослании Духа Святого, об упокоении душ усопших сродников. Во время проповеди митрополит Лонген обратился к истории праздника. Святой Дух создал из обычных людей, учеников своего Учителя, немощных, слабых, простых, некнижных, порой тут словно, создал апостолов, тех, кто не побоялся ни трудностей, ни скорбей, ни мучений, ни пыток, ни даже самой смерти, для того, чтобы по всему тогдашнему миру проповедовать Христа распятого и воскресшего. Эти 12 человек и несколько десятков их помощников, обойдя всю тогдашнюю вселенную, смогли создать везде христианские общины и тем самым положили начало Церкви Христовой, той самой Церкви, членами которой являемся и мы с вами. И мы с вами являемся причастниками благодати того же самого Святого Духа, который мы друг друга приимательно от святых апостолов через иерархию духовенства, через таинство церковное, таинство крещения, миропомазания, Евхаристии, получаем с вами и тоже получаем возможность изменить свою не просто жизнь и отношение к миру, но даже и свою природу, приблизившись к Творцу Всяческих, к Богу, пребывание и бытие с которым является целью христианской жизни. По завершении богослужения был совершен крестный ход в Троицкой площади села, где владыка Лонгин совершил освящение источника и купели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok